Здравствуй, мой юный слушатель! Мы приветствуем тебя в гостях у сказки. Сегодня мы продолжаем наше знакомство с забавным поросенком по имени Плюх. В этой истории Плюх докажет всем, а главное самому себе, что и он способен быть терпеливым и усидчивым, когда очень хочет достичь своей цели, совсем как взрослый. Послушай сам, устраивайся поудобнее. Сказка начинается! Однажды Плюх примчался домой и с восторгом сообщил. В деревне праздник, все танцуют, а один человек держит какую-то коробку с длинной ручкой, водит по ней прутиком, и получается такая красивая музыка! «Это скрипка!» – улыбнулся дядюшка-барсук. Скрипач водит по струнам смычком, и они звучат. «Ах, как мне хочется иметь скрипку!» – вздохнул Плюх. «Я бы пошел к лесовичкам, когда у них концерт, и играл бы вместе с ними!» «Такой лентяй, как ты!» – засмеяла сестричка Хрю. «Никогда не научится играть!» «Ты такой толстый, что и скрипку-то не удержишь!» – прибавил Топ. «Я похудею!» – воскликнул Плюх. «Я буду еще больше бегать, и стану совсем тощим!» «Ты бегаешь целые дни без толку, только штаны рвешь!» – возразил дядюшка-барсук. «А скрипку надо заслужить! Помоги старшим братьям работать в огороде, тогда я подарю тебе скрипку!» «Ура!» – запрыгал от радости Плюх. «Я согласен!» – и он помчался в огород. «Там Шлёп скапывал грядки для посадки картошки. «Вот тебе две корзины!» – сказал он Плюху. «Складывай в одну из них камни, а в другую сорняки!» Плюху очень хотелось получить скрипку, и он старался изо всех сил. К обеду братья вскопали все грядки и посадили картошку. «Ну как? Заслужил я скрипку!» – спросил Плюх за обедом. «Что-то я не заметила, чтобы ты похудел!» – сказала сестричка Хрю, наливая ему борщ. «Хотя Шлёп и говорит, что ты на славу потрудился!» «Лето только начинается!» – вмешался дядюшка Барсук. «И работы у нас ещё очень много!» И поросёнок Плюх стал каждый день работать в огороде. Он собрал так много камней, что построил из них домик для старого одинокого ежа. Ёж очень обрадовался и обещал попросить дядюшку Барсука поскорее подарить Плюху скрипку. А сорняков Плюх нарвал такую гору, что их пришлось на тачке вывозить в лев корови-чернушки. «Спасибо, Плюх! Я очень люблю молодую Сурепку!» – сказала корова. «Я попрошу дядюшку Барсука, чтобы он поторопился с подарком!» И вот однажды вечером дядюшка Барсук вернулся домой с полной сумкой. Он принёс поросятам леденцы, жареную кукурузу и медовые пряники. А Плюху – маленькую скрипку. Плюх тотчас схватил смычок и провёл по струнам. Раздался ужасный скрежет, и все засмеялись. Тогда Плюх провёл по струнам ещё раз. Но послышались такие визгливые звуки, что сестричка Хрю заткнула уши. «Почему у меня ничего не получается?» – растерялся Плюх. «Играть на скрипке не так-то просто!» – сказал ему дядюшка Барсук. «Для этого надо долго учиться!» «Я и сам в молодости пробовал, да только терпения не хватило!» На следующее утро Плюх побежал в деревню и стал спрашивать у всех своих знакомых, не умеют ли они играть на скрипке. Но ни лошадь Дрёма, ни корова Чернушка, ни пёс Дозор не знали, как это делается. «Научи меня играть на скрипке!» – попросил Плюх петуха-горлана, который сидел на заборе и чистил шпоры. «Да зачем тебе скрипка?» – спросил Петух. «Учись лучше кукарекать!» «Кукареку! Кукареку!» «Вот самая лучшая песня на свете!» «Может быть, это и самая лучшая песня, но мне хочется играть на скрипке!» Грустно вздохнул Плюх и пошёл домой. На лесной дороге он встретил Белку и показал ей скрипку. Но Белка не осмелилась даже подержать скрипку в лапах и испуганно прошептала. «Я думаю, только мудрая сова знает, как на ней играют!» Плюх разыскал старый дуб, в дубле которого жила мудрая сова, и позвонил в колокольчик над дверью её дома. «Кто этот невежа, который не знает, что днём я сплю?» Зевая, проворчала сова. «Извините за беспокойство, но мне так хочется научиться играть на скрипке!» Робко сказал поросёнок. Сова надела очки, долго разглядывала скрипку и, наконец, изрекла. «У меня, кажется, где-то есть старый учебник музыки!» Она долго рылась в чулане, битком набитом разными книгами, и вернулась с толстой потрёпанной книгой. Сова сдула с неё пыль и открыла первую страницу. «Чтобы играть на скрипке, надо выучить ноты», – прочитала она. «Что такое ноты?» – не понял Плюх. «Не перебивай меня!» – строго остановила его сова и продолжала. «А также следует знать, что такое скрипичный ключ!» «Ключ!» – удивился Плюх. «Я знаю только ключ, которым мы запираем дверь!» Но сова уже читала дальше всё быстрее и неразборчивее. «Наконец, она захлопнула книгу и спросила. «Теперь тебе всё понятно?» «Да...» – с тихим вздохом ответил Плюх. Хотя на самом деле он ничего не понял. До самого вечера Плюх грустно бродил по лесу, А когда стемнело, он вдруг услышал в кустах у ручья Такую чудесную песню, что забыл обо всём на свете. «Да это же Соловей!» – догадался он. Когда Соловей остановился передохнуть, Плюх рассказал ему о своей беде. «Играть на скрипке – трудное дело!» – прощёлкал Соловей. «Ну, я берусь выучить тебя этому искусству, Если, конечно, ты не будешь лениться!» С тех пор Плюх каждый вечер убегал из дома, Но никто не знал, куда он ходит. «Где же твоя скрипка, Плюх?» – спросил как-то за обедом дядюшка Барсук. «Он, наверное, давно забросил её на чердак!» – хихикнула сестричка Хрюм. «Я так и знал, что он просто хвостунишка!» – объявил Топ. «Но тут Плюх встал из-за стола, Достал скрипку и заиграл!» «Жили у бабуси два весёлых гуся, Один серый, другой белый, два весёлых гуся!» Поросята замерли от изумления, А дядюшка Барсук обнял Плюха и сказал, «Приятно, когда хороший инструмент в хороших руках!» Скоро все звери услышали о том, Что поросёнок Плюх выучился играть на скрипке, И любопытный лесной народ повалил в домик поросят. Сестричке Хрюм и братцу Топу пришлось печь пироги, Варить компоты и накрывать праздничный стол. На поляне перед домом поросят До вечера танцевали зайцы, белки и ежи, Свистели и щёлкали птицы, квакали лягушки, А Плюх без устали водил смычком. Жили у бабуси два весёлых гуся, Один серый, другой белый, Два весёлых гуся.